Всем привет! С вами Марина Карри и программа «Кинозвезда». Сегодня я расскажу, какие новинки вы можете посмотреть вместе с кинотеатром «Звезда» с 6 октября. Поехали! Но начнем сегодня с фильма «Сердце Пармы». Это историческая драма, в центре которой отношения православного русского князя Михаила и девушки-ведьмы-язычницы тече. Тот выбор, который предстоит мужчине между честью и своим долгом, между верностью своим и любовью к самой дорогой женщине, будет иметь глобальные последствия для всей Пармы. И пусть они представители разных народов здесь, на землях призраков и шаманов, где новая вера простирается над капищами древних богов, они вершат историю своих суровых земель. Смогут ли они остаться вместе и чего это будет стоить для вагулов и московитов? Для всего будущего наследия зрители узнают, посмотрев это кино. Постановщиком картины выступил Антон Мегердичев. За сюжет отвечают Сергей Бодров, Илья Тилькин и Ксения Датнова. В продюсерах проекта числятся Игорь Толстунов, Дарья Лаврова и Влад Отряшин. Возрастное ограничение к просмотру киноленте в прокате выставлено с пометкой 16+. Смотрите фильм «Сердце Пармы» в кинотеатре «Звезда» с 6 октября. Мишку Женю на ней, чтобы честный князь Пермский был. Может, я не человек? А кто ж? Это просто сказки. Послушай, Мишка, теперь ты князь. Ни человек, ни чертов в гламе, а купишь душу христианскую. Женись. Прошу тебя, любимый. За тобой придет беда, не ходи за камень. Все будет хорошо. Нет, не будет. Зачем ты пошел за камень? Зачем принес беду? Я убью их всех. Сотру их города. Пламя принадлежит мне. Пусти меня! На князя Михаила! Не играй с лихо, он зальет твою пару кровью. Парме все равно, кто прав, кто виноват. Парме нужен тот, кто ее защитит. За что я душу продал? За любовь? И где она? Ну а далее у нас идет фильм о мертвой нечисти под названием «Апокалипсис. Дорога мертвецов». По сюжету фильма в будущем в зомби не превратились только люди с первой группой крови и отрицательным резус-фактором. Кровь зараженных стали использовать как машинное топливо. Начались эксперименты над зомби. Солдат Рис, занимающийся поимкой выживших в надежде найти лекарства и остановить апокалипсис, соглашается помочь Макси освободить одного человека. На этой дороге мертвых ему придется противостоять не только армии зомби, но и банде бывших соратников. Начало этой истории было положено в 2014 году, когда зрители увидели фильм «Полынь. Дорога мертвых». Вторая часть трилогии «Полынь. Хроники мертвецов» появилась на экранах спустя три года в 2017 году. Новый фильм является сиквелом этих картин. В центре событий вновь оказывается механик Барри, который некогда вел счастливую жизнь, пока не столкнулся с зомби-апокалипсисом. Смотрите фильм «Апокалипсис. Дорога мертвецов» в кинотеатре «Звезда» с 6 октября. Будущее В зомби не превратились только люди с первой группой крови и отрицательным резус-фактором. Кровь зараженных стали использовать как машинное топливо. Начались эксперименты над зомби. Ты поможешь мне вернуть кое-кого. Я знаю, где тело. Они не ученые, а убийцы. А ты не такой? Помоги мне. Ты в порядке? О, вот это добыча. И ты знаешь дорогу? Ммм, чую. В общем, план такой. Найти их. Перебить всех живых и мертвых. Погнали. Это что еще за хрень? О, вот это образец. Не воина мечта. О, вот это не в аду. Процесс самоуничтожения запущен. Ты не сможешь. Это что за звук? Что-то новенькое. Апокалипсис. Дорога мертвецов. Взрывная энергия. Убойный. Безостановочный экшен. Высокооктановый безумие. Визуальный фейерверк. На самых больших киноэкранах с 6 октября. Ну и в завершении у нас идет триллер под названием Хранитель тайн. У каждой потерянной вещи есть своя история и свои секреты, а у Марио есть особый талант раскрывать эти секреты. Однажды к нему попадает чемодан с леденящим душесодержимым. Начав распутывать эту страшную головоломку, он выходит на организацию по торговле людьми. Теперь Марио предстоит пролить на свет происходящее и раскрыть целую преступную сеть. Центральную роль в картине воплотил актер и продюсер Альваро Морте, известный своей работой в нашумевшем многосерийном проекте «Бумажный дом». Также его можно увидеть в лентах «Причал» и «Голова». Режиссерское кресло занял Хорхе Дорадо, испанский кинематографист, сценарист и продюсер. Смотрите фильм «Хранитель тайн» в кинотеатре «Звезда» с 6 октября. Ну, показывай, что там. Мы покопались в вечном дне. Нашли кое-что интересное. Тебе понравится. Патологоанатом, говорит, это была девочка. Расследования не будет. Я подозреваю, что вы связаны с нашей находкой. Я ищу маму этой девочки, и вы мне поможете. Мне нужна конкретная девушка. Сара не такая, как все. Она для особенных клиентов. Я могу узнать, что случилось с твоей дочкой. Тебе сюда нельзя. Я хотела только, чтобы она была счастлива. Я не могу прятать тебя вечно. Они найдут меня в любом случае. Это вопрос времени. Добрый день. Я потерял кое-что, и хотел бы это вернуть. Ты не можешь мне помочь. Могу. Не можешь. Замолчи. Ты не понял, во что ввязался. Ну а на этом сегодня все. Вы смотрели на телеканале Интекс программу Кинозвезда. С вами была Марина Карри. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...